Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшняя наша недельная глава «Бо». Слово «Бо» состоит из двух букв «бет» и «алеф». Числовое значение этих букв — три. Намекает на то, что у нас еще осталось три казни, и через три казни фараон отпустит еврейский народ. Начинается оно так. И говорит Всевышний Муше, «Приходи к фараону, потому что я ожесточил его сердце и сердце его рабов, чтобы показать знамения мои внутри Мисраима, в их внутри». Наши мудрецы говорят нам, что значит Всевышний ожесточил сердце фараона. На иврите ихпадите можно еще читать как кавет. Кавет еще означает слово «печень». И как бы вместо сердца его я поставил «печень». Его сердце я превратил в «печень». Рассказывается про лису, льва и осла. Однажды осел восстал против льва, и лев разотал осла, убил его, и сказал лисе, чтобы она почистила шкуру, принесла тушу льву, чтобы он покушал. И лиса почистила шкуру и съела сердце. Ну, думала, что лев не заметит. А когда принесла тушу льву, лев заметил, что не хватает сердца. И позвал лису говорить, где сердце этого осла. Лиса говорит, не было у него никакого сердца. Как, говорит лев, может быть осел без сердца? Лиса говорит ему, что у этого осла не было сердца. Если было бы у него сердце, он восстал бы против царя зверей? Нет, не восстал бы, значит, у него не было сердца, поэтому он восстал. И тогда лев поверил ему. Здесь же самое с фараоном. Если у фараона было бы нормальное сердце, уже с тем казнем прошло, он бы уже отпустил еврейский народ. Почему он не отпустил? Потому что Всевышний превратил его сердце в печень. Он не мог нормально думать с сердцем, потому что Всевышний ожесточил его сердце. Пятказе, мы помним, еще у него был выбор. Он мог бы отпустить еврейский народ, так как он ожесточил свое сердце, теперь Всевышний тоже ожесточил его сердце в наказание того, что он не отпустил. И еще почему сказано, приходи, Всевышний, что сидит рядом с фараоном, что говорит Мушарабену, приходи. Он успокаивал Мушарабену. Мушарабену боялся уже идти к фараону. Там было очень много духовной нечистоты. Мушарабену боялся, что он тоже испачкается этой нечистотой. Всевышний сказал ему, что ты не бойся, я здесь, я буду с тобой и не дам тебе, чтобы ты оскоренился его нечистотой. Еще объясняют наши мудрецы, что почему Всевышний говорит Мушарабену, иди, приходи. Потому что фараон уже понял, что ему от Мушарабену надо скрываться, и он колдовскими вещами спрятал себя. Его даже не могли найти члены его семьи, его слуги, его министры, никто не мог его найти. Не было фараона. Теперь фараон думал, что Мушарабен придет, и нету никого во дворце, его не найдет, так как не сможет с ним поговорить, и казни не будет. Но Всевышний сказал Мушарабену, ты приходи, я покажу его место тебе, ты его найдешь. И вы, чтобы рассказывали своим сыновьям и внукам о том, как я покарал египтян, и о моих знамениях, которые я свершил среди них, и чтобы вы знали, что я Господь. Здесь на иврите, это я издевался, смеялся. Всевышний говорил, что вы расскажете вашим сыновьям и внукам, как я издевался над египтянами, и смеялся. На самом деле, мы до этого говорили, что Всевышний мог бы египтян поразить одним казнем и вывезти еврейский народ. Но так как египтяне издевались над евреями, Всевышний тоже издевался над египтянами, и наказывал их разными такими наказаниями, игрался с ними. Моше и Аром пришли к фараону и сказали ему, «Так говорит Господь Бог евреев, когда же ты покоришься мне, отпусти мой народ, чтобы они служили мне, а если ты откажешься отпустить мой народ, то завтра я наведу на твою страну саранчу. Саранча покроет всю поверхность земли, так что и земли видно не будет. Он пожрет то немногое, что усилело после града, пожрет всякое дерево, растущее у вас в поле, ею наполнится твои дворцы, дома твоих рабов и жилища всех египтян. Такого не видали ни твои отцы, ни твои деды с тех пор, как живут они на этой земле и до сего дня». Теперь это восьмая казнь. Всевышний наводит на них саранчу. Почему мы еще говорили, что зачем столько казни? Потому что когда, если было бы один казнь, то для них это было бы легко перенести. Но каждый раз, когда новая казнь с новыми силами Всевышний их наказывает, то это для них мучительно. То, что остается от предыдущей казни, уничтожает последующую казнь. На что это похоже? Человек идет, скажем, по улице и вдруг нашел 100 золотых монет. И он начал радоваться. Но еще один человек идет, находит по 10 золотых монет. Он нашел 10 золотых монет, он возрадовался. Пошел еще 10, еще опять радость, еще 10, опять радость. Не похожа радость одного человека, который нашел все эти золотые монеты за один раз, на радость того человека, который нашел это за 10 раз. Этот человек 10 раз радовался, этот один раз. То же самое с наказанием. Не похож наказание, которое приходит за один раз, на наказание, которое приходит несколько раз. И повернувшись, Моше вышел от фараона, тогда сказали слуги фараона, сколько еще будем мы попадать в эту ловушку? И начали уговаривать фараона, чтобы фараон отпустил еврейский народ. И потом фараон вызывает Моше и Аарона к себе, говорит, иди, идите служите, мужчины. Тогда Моше Рабину говорит, нет, мы будем служить Всевышнему, мужчины, женщины, дети, наш скот, все, что есть у нас, мы возьмем, пойдем будем служить Всевышнему. Тогда фараон их выгоняет, говорит, уходите, я знаю, что вы пойдете в пустыню, вас ожидает там беда, раа. На самом деле мы знаем, фараон был профессиональным астрологом, и он сказал Моше Рабину, что вас ждет там раа, зло, плохое. Эта звезда называется Меидим. И Моше Рабину тоже испугался, неужели мы попадем в пустыне и умрем там, и нас ожидает там плохое. И Всевышний успокоил Моше Рабину, говорит, вы не подвластны никаким звездам, вами управляю я самолично, поэтому все, что вы видите через звезды, через знаки зодиаков, это не действует для вас, потому что я стою сверху и управляю, на вас не действуют звезды. Когда еврейский народ служит Всевышнему, на самом деле знаки зодиаков, звезды, на них не действуют. А если они оставляют Всевышнего, они не служат Творцу, не учат Тору, тогда они тоже, как остальные народы, над ними действуют знаки зодиаков. Но здесь так как евреи выполняли волю Творца, поэтому то, что фараон увидел, вот эту звезду, она не могла бы причинить еврейскому народу зло. Но был момент, то, что фараон, он думал, что это коснется всего народа. На самом деле, что-то эта звезда сделала еврейскому народу, но не так, как фараон думал. И Моше ударил посохом своим, и весь вечер был ветер, и после этого ветра пришла саранча и накрыла всю землю Египта, то, что остался от града, и теперь съела саранча, уничтожила и пшеницу, и все, что было. И египтяне опять возрадовались. Почему? Потому что они увидели в саранче выгоду. Какую выгоду? Они начали саранчу ловить, засаливать и оставлять, чтобы потом кушать эту саранчу. Поэтому они не увидели в этом совсем сильное наказание. Но когда прекратился этот кайз, Всевышний навел ветер, сильный ветер, и увел саранчу из земли Египта. И все, что они засалили, тоже исчезло. Теперь Всевышний говорит Муше, подними свой посох, и будет на земле Египта тьма. Эта тьма одновременно наказание и египтянам было, и наказание было тем евреям, которые не верили Муше, которые не верили Всевышнему, которые все время восставали. И произошла тьма, и окутала тьма всю страну Мисраема. И в это время еврейский народ, когда была тьма, высматривали для себя в египетских домах их золото, серебро, украшения, все, что есть у них, у кого, что, где лежит, они все высматривали, потому что еврейский народ, когда должны были покинуть Египет, они должны были выйти оттуда большим богатством. Три дня написано, что была хоших афила, это хоших афила, густая тема. Есть обыкновенная тема, когда человек не видит, но может двигаться. Но есть тема густая, в которой человек не может даже двигаться. Вот эта тема, которая была в Египте, подобие которой больше не было, это была густая тема, когда человек не мог двигаться. Есть разные мнения, что мудрецы говорят, что это было шесть дней, три дня сперва была обыкновенная тема, они еще могли двигаться, но последующие три дня они уже не могли двигаться. Кто стоял, уже оставался стоя, кто сидел, оставался сидя, кто не мог даже шевельнуть пальцем. Вот была такая тема у них, такое наказание. И у всех евреев, у еврейского народа написано, что был свет, где они жили, где бы они ни были. Еврей, когда ходил, даже во всем Египте была тьма, но у евреев, когда они ходили, вокруг них был свет, они видели все. Поэтому они могли зайти в египетские дома и высматривать их вещи. Вот это было, мы сказали, что было наказание как для египтян, так же для еврейского народа, который не верил в чудеса, который не верил в Муше и во Всевышнего. Значит, когда была тьма, все эти евреи, которые не верили, они все умерли. И нужна была эта тьма, чтобы евреи похоронили тех евреев, которые Всевышний поразил в эти дни, и их похоронили, чтобы египтяне этого не увидели и не сказали, что вот евреи тоже умирают, Бог и наказывает и евреев тоже. Таким образом, Всевышний уничтожил всех тех евреев, которые не хотели выйти из Египта, которые не верили в Муше Рабену. Третий еврей только вышли из Египта, которые жили там. В Египте жили около 12 миллионов, но вышли оттуда около 3 миллионов евреев. И тогда позвал фараон Муше и сказал, идите, служите Всевышнему. Но Муше сказал, что ты должен отпустить нас, ты должен отдать нам животных для жертв, все сожжения, которые мы принесем Господу нашему Богу. Наш скот также пойдет с нами весь, без остатка, ведь из него мы обретем жертвы для служения Господу нашему Богу. Здесь фараон уже видит, что Муше Рабену на самом деле его не слушает. Муше Рабену делает то, что Всевышний говорит. Теперь Муше Рабену ему говорит, что ты сам тоже должен дать нам скот, чтобы мы взяли, мы не знаем, сколько жертв мы должны принести в пустыню, чтобы принести жертву. И тогда фараон выгоняет его Муше и говорит, чтобы ты мне больше не попался в глаза, чтобы я тебя больше не видел. Тогда Муше Рабену говорит, что ты говоришь правду, больше ты меня не увидишь, потому что это будет последняя казнь. Всевышний умертвит ваших первенцев. Прямо здесь же Всевышний приход ему, открывает, что скажи вот про это наказание. И Всевышний, почему вот пришел дворец фараон в такое нечистое место, ради слова Муше Рабену, что он сказал, ты правду говори, что больше ты меня не увидишь. Если бы Всевышний не пришел, не сказал это пророчество Муше Рабену, прямо там во дворце, Муше Рабену не смог бы фараону сообщить об этом казни. «И сказал Всевышний, в полночи умрут все первенцы египтян. от сына царя и до сына рабыни. У всех будут дома мертвые, первенцы всех умрут». И в это время одна старая женщина начала смеяться над Муше Рабену, издеваться, говоря, что вот у меня нету ни сыновей, ни мужа, ни братьев. Каким же образом Бог накажет меня? У меня уже говорит, все умерли давно, и единственный сын, который был, тоже умер. Каким же образом Всевышний накажет его? Но в дальнейшем, когда мы видим, что было наказание, первое наказание, из самых первых наказаний получила вот эта женщина. Оказывается, могила, в которой она так дорожала, могила сына ее. Пошли собаки, вырыли оттуда тело его сына и разорвали. Тогда она закричала, заплакала, сильной плачу, и было слышно его плач во всем Египте. Таким образом, первая она была наказана. И почему написано, что еще, и подчеркиваю, что вот сыновья, вот дети, рабынь тоже. Вот дети тех людей, которые заключенные, в тюрьмах сидят, рабынь тоже Всевышний накажет. И вот они бы сказали, если их не наказал Всевышний, они бы сказали, что за то, что их угнетали, фараон и богатые люди, вот типа их идолы, боги их наказывают фараона. Они бы могли так сказать и уменьшить чудо, то, что они сказали бы, никакой связи не иметь, это с евреями. Поэтому Всевышнему пришлось наказать их тоже, чтобы они не говорили так. «А на сыновь Израиля даже пёс не осмелится, залает ни на человека, ни на скот, чтобы вы знали, что Господь разделяет Египет и Израиль». На самом деле наши мудрецы говорят, что Келев собака называется Сатан. Имя Сатаны — это Келев. Есть рассказ про мудрецов Твери, это где-то во времена Аризали, это 300-400 лет назад в Твери, когда там много каббалистов жило. Сатана собрал один мудрец своих учеников и хотели привезти Машеха. И у них уровень духовный был очень сильный, они знали каббалу, они знали Тору очень хорошо, и собрались, и посетили 40 дней. Через 40 дней они собрались в синагоге и позвали ангела, и с большим шумом, грохотом пришел ангел, хотел умертвить их, все пали на пол. И Рав сказал ангелу, что мы не ради самих себя позвали тебя, а ради Всевышнего, ради того, чтобы привезти Машеха, мы ради себя ничего не делаем. Тогда ангел сказал, обучил их, как надо привезти Машеха, объяснил, как надо подняться на духовные миры, и написал им все имена всех ангелов, которые стоят на воротах, разные-разные небеса, разные-разные миры, через которые они должны перейти. И они взяли это, и они постились, и собрались они в одном доме, и подняли свои души на небеса, чтобы привезти Машеха. И они сперва назвали имя ангела, они поднялись на первое небо. И там был большой океан, которым не было конца. Назвали имя этого ангела, и перешли этот океан. А потом перед ними была железная стена, которую невозможно было пройти. Назвали имя ангела, и начертили дверь, и перешли через эту дверь. Когда последний переходил, железная дверь упала на него, и поранил его ногу, он хромал. И пошли они на одну гору, как им ангел и говорил, на этом горе, вот на этом горе, они должны были как раз таки спасти душу Машеха, привезти в этот мир. И ангел тогда предупреждал их, что когда вы пойдете спасать Машеха, ни в коем случае никому там не делайте добро. И они пошли на эту гору, и нашли в этой горе избушку. И зашли в эту избушку, увидели там старика и старуху. И этот старик и старуха были голодные, им хотелось пить. Они очень просили, но так как они религиозные люди, милосердные евреи, отдали им еду. Прямо как когда они дали им хлеб, чтобы покушать, эти старики и старуха превратились в трехголовых собак и начали их бить и калечить. В итоге этот раввин и его ученики, некоторые из них, их тела умерли, некоторые сошли с ума, некоторые сильно заболели. По истечении времени они тоже умерли и не смогли достичь, и не смогли спасать Машеха. Вот мы видим, что сатан и сатана, они обманули их, и когда они обманули их, они превратились в собаку. Поэтому здесь называется, никакая собака на вас не будет лаять, не будет вам вредить. Это имеется в виду тот ангел, сатана, ангел смерти и его сопутничество. И Муши фараону сказал, что ты и все твои слуги придет, точнее не сказал ты, а сказал, все твои слуги придут, которые здесь, и будут поклоняться мне. Не сказал ты, но он от уважения, как бы он царь, он просто намекнул его, что он тоже придет, но напрямую он не сказал фараону, что он тоже будет поклоняться, но он имел в виду, что именно фараон будет ему поклоняться. И Муши и Арон вышли оттуда, в Яхаза Кашем, и Всевышний опять ужесточил сердце фараона, чтобы он не отпускал еврейский народ. Всевышний хотел построить дом, построить хороший дом, но для хорошего дома должен быть хорошая почва, сильное место, должно быть крепкий фундамент. Всевышний, когда хотел для себя выбрать народ, он сперва хотел сделать это с первым человеком, с Адамом, не получился, потом хотел сделать это с Ноахом, опять не получился, и после Ноаха он нашел Авраама, Исхака, Якова, сильные фундаменты, похоже на человека, который хочет построить дом, и роет землю, видит, что здесь мягкая земля, там мягкая земля, здесь болотное место, в конце концов он, когда находит скалу, видит, что здесь можно обосновать дом, обосновать страну, город, потому что фундамент крепкая, почва крепкая. То же самое наши отцы, Авраам, Исхак и Яков, они как скалы, как горы, и на них построен весь еврейский народ, и Всевышний начинает строить этот народ. И здесь первый заповедь, который еврейский народ получает в Египте. До этого у них официальных заповедей не было, они соблюдали, вот колено Леви все тоже соблюдали, но это не было официально, до этого не было заповедано, а здесь Всевышний уже заповедует евреям соблюдать месяца, начало месяца, определять начало месяца, благословить его. Вот этот месяц вам будет начало месяца, начало месяца в году. Рошходиш — это месяц Нисан. Это как день освобождения. Был у царя сын, его поймали, был он в заложниках, когда царь освободил своего сына, тот день, когда его освободил, этот день назначил праздником, назначил Новым Годом, и с тех пор все подданные этот день праздновали, как Новый Год, день рождения. И то же самое, вот этот месяц еврейский народ освобождается, поэтому Всевышний сделал, как бы для них, это Новым Годом. Мы знаем, что Новый Год, которым был сотворен мир, это месяц Тишры, а месяц Нисан — этот Новый Год для еврейского народа, месяц освобождения еврейского народа. И еще написано, что этот месяц вам первый из месяцев. Мы знаем, что Бог — он первый. Он создал мир. Для него Израиль и еврейский народ — это тоже первый из народов для него, они считаются его первенцами. Храм тоже — это первый для Всевышнего. Машеах — он тоже первый. Исаф — тоже первенец. И Всевышний, как первый, он приходит, наказывает первенца Исава и спасает еврейский народ. На самом деле, еврейский народ, он очень бедный и слабый. Рассказывается такая история про двух бедных. Один был больной, болел несколькими болезнями, а один был сильный. Этот сильный обижал всегда вот этого больного человека. Они ходили, просили милостыни. И однажды они пришли в один город. В этом городе как раз у главы города умер врач, главврач и его телехранитель. И тогда он посоветовался, сказал, найдите мне хорошего врача и телехранителя. И сказали ему, один его подчиненный пришел, сказал, что он знает одного человека, что он хороший лекарь. Ну, говорит, позовите его, проверьте его, посмотрите, на самом деле он может лечить или нет. И другой пришел, сказал, что он знает одного хорошего силача, богатыря, который может служить ему телехранителем. Ну, говорит, принесите его и проверьте. И для проверки нужно было им больной человек и сильный человек, чтобы проверить этих врача и силача. Тогда они вышли на улицу, встретили как раз этих двух бедных. И этот бедный всегда молился Всевышнему, чтобы он спас его, освободил его от рук этого злодея, который с ним ходит. И их взяли к этому человеку. У этого бедного были несколько болезней, которые врачи посмотрели. Если лечить его от одного болезня, то они навредят ему в другом болезни. Поэтому они не могли лечить. И призвали тогда вот этого лекора, которого хотели сделать главным врачом, сказали ему, посмотри, можешь ли ты вылечить его. И в течение некоторой времени он вылечил этого бедного человека, этого бедного еврея. И он стал опять нормальным, здоровым человеком и пошел работать себе, уже не нуждался на то, чтобы просить у людей подаяния. А что сделали с этим сильным, который ходил с ним, принесли его к богатырю, чтобы проверить на самом деле тот телехранитель сильный или нет. И он одним ударом свалил его и убил этого человека. И таким образом Всевышний спас его, услышал его молитвы. То же самое еврейский народ в многое время среди народов мира, они слабые такие и все время молятся Всевышнему. И Всевышний в конце концов придет освободить еврейский народ, которым он называет первым народом. И говорит, что пусть 10 числа этого месяца каждый возьмет себя ягненка домой и привяжет его Мудрецы Наши говорит, что они должны были привязать его в своей кровати 4 дня и после этого перед выходом они должны были его зарезать. И кушать его вместе вся семья должны были кушать этого барана вместе собраться в группы и его сделать шашлык нельзя было этого барана варить или нельзя было его разделять по частям и жарить его надо было жарить целиком нельзя было после этого сломать кости и должны были кости тоже оставаться целыми. Почему вся эта процедура потому что написано что египтяне верили ягненку их бог был ягненок поэтому всевышний сказал что до тех пор пока вы не приведете в жертву мне их бога перед их глазами я вас не освобожу и вы не выйдете из Египта конечно евреи очень сильно боялись евреи до этого должны были сделать бритмилу но многие не хотели сделать только когда Мушарабену он уже поставил своего ягненка на огонь и вышел запах и пришли эти необрезанные евреи которые сказали что мы тоже хотим покушать от жертвы тогда Мушарабену сказал или делайте обрезание или не будете кушать тогда они сделали себе обрезание чтобы покушать от этой жертвы этого барана нельзя было разделять по частям чтобы египтяне видели что это на самом деле это их бог не что-то другое если разделили по частям сказали что это может быть корова может быть что-то другое не баран поэтому чтобы они видели что именно их бога евреи и евреи жарят и почему должны были именно на огне жарить чтобы запах выходила чтобы все египтяне чувствовали как евреи жарят их бога и кушают почему кости то же самое что чтобы египтяне видели что это именно ягненок а не что-либо другое и Муша призвал всех старейшин и сказал чтобы все взяли себе ягненка и чтобы жарили и теперь это уже второй заповедь который дано еврейскому народу первый заповедь это освящение месяца еврейский народ должны были освящать месяц месяца а второе это заповедь принести к Песах пасхальную жертву зачем нужно было евреям получать заповедь в Египте на самом деле у еврейского народа не было никакой заслуги и Всевышний специально дал им вот эти заповеди чтобы у них было ради чего спасать их рассказывается что жили два брата которые враждовали между собой однажды один брат решил женить своего сына и решил закончить с этой враждой и позвал своего брата тоже на свадьбу но тот брат говорит что наверное он меня не позвал от его сердца так как мы враждовали он одел свою пижаму и пошел спать и когда брат на свадьбу видит что его брат не пришел на его радость на радость его сына что он сделал он послал за своим братом оркестра и они пришли начали под его окном играть и брат пришел и взяли его сказали что брат просит чтобы ты пришел вот тебе даже оркестр послал и он встал пошел на свадьбу и они пошли ели пили они танцевали и в конце когда свадьба закончилась и брат говорит что вот почему ты не пришел сразу ну объяснил своему брату ну хорошо говорит а почему ты в пижаме почему ты без одежды пришел вот то же самое еврейского народа не было одежды не было митцот заповеди невозможно было спасти еврейский народ вот надо было всевышний дал им какую-то одежду вот эти заповеди чтобы можно было ради этих заповедей спасти еврейский народ да у них конечно были заслуги их прадцев Авраама Исхака Якова Иосифа и других но только этого не было достаточно у них самих тоже должно было что-то быть и сказал Всевышний им и возьмет изов и иссоп и намажет кровь ваши косяки дверей и при потолок почему и иссоп иссоп это мы знаем самая низкая трава это намекает на еврейский народ и вот косяки и при потолок это означает Аврагам Исхак Яков справа слева и наверху это наши отцы чтобы сатан не смог навредить вам когда выйдет ангел смерти убивает первенца египтян чтобы он не мог вам навредить вот наши мудрецы говорят что когда приходит на землю беда там могут пострадать и праведники и поэтому когда где-то что-то случается лучше туда не выходить вот это пример того что Всевышний говорит оставайтесь в ваших домах чтобы вам не навредил ангел смерти то же самое мы видим когда Всевышний решил разрушить дом но ангелы пришли спасли Ноаха Ноах бы не спас сатана если бы остался несмотря на то что у него не было такой сильной вины грехов но он тоже мог бы с ними умереть говорят что если в город уже он обречен и туда если попадет даже праведник из-за грехов вот этого города он тоже может пострадать и еврейский народ здесь тоже могли бы пострадать сатан когда ему дают добро выходить и людям навредить он уже не смотрит кто прав кто не прав кто злодей кто праведник он губит всех подряд главное в это время не попадаться в это место и пошли еврейский народ сделать как сказал им Муше полночь Всевышний вышел и поразил всех первенцев египетян и первенцев и мальчиков и девочек и до этого когда узнали первенцы египтян что будет казнь первенцев они восстали против фараона сказали что отпустите еврейский народ чтобы мы не умерли потому что уже было девять казни как Муше говорил все время случался так и они уже понимали что вот этот казнь который Муше Рабену сказал тоже исполнится и поэтому они восстали но фараон их не услышал послал на них солдатов чтобы подавить их тогда разразился между ними война они убивали друг друга сами друг друга больше убили чем полночь Всевышний их убил очень много первенцев тогда умерло и написано когда евреи были в Египте про Египет написано что это место как Ган-Эдин сад который благословил Всевышний вот ради евреев которые были в Египте на самом деле Бог благословил это место теперь Бог разрушает это место тоже из-за евреев потому что они навредили евреям на что это похоже на царского сына однажды в одном месте нашли царского сына и воцарили его над собой сделали царем но по истечению времени им не понравился этот царский сын тогда его унизили и сбросили с царства и посадили в тюрьму когда узнал об этом царь нашел своего сына и наказал вот этот город который поступил с его сыном таким образом то же самое здесь Всевышний сперва благословил это место Египета когда они проделали с его народом такие вещи когда он это место разрушил и было в одном доме по несколько человек которые умирали египтяне думали что вот эта казнь коснется их и в каждом доме будет один человек умирать но когда египтяне полночь проснулись увидели что в одном доме есть по несколько мертвых 5-6 сыновей у одного человека умер они говорили значит мужчина прав только первенцы умрут а умирают все подряд и тогда объяснили им что ваши жены изменяли вам и вот эти все сыновей они от разных мужчин поэтому они считаются первенцами и поэтому Всевышний умертвил их всех умирают арон и тогда фараон сам встал когда увидел что у него тоже умер первенец у всех первенец умерли они очень сильно испугались тогда он позвал муша и арона каким образом он же говорил что больше вы меня не увидите он сам пошел к муша и арон землю гошин он искал их дом и дети издевались над ним не говорили где дом муша рабен но в конце концов он нашел муша не вышел к нему но он отвечал ему из-за окна потому что он сказал что ты меня больше не увидишь он сказал возьмите скот возьмите все добро все что вы говорили я тоже даю вам помолитесь и за меня тоже и уходите из земли Египта и муша бен сказал народу идите у египтян золото серебро и одежду и евреи поступили так как им сказал муша пошли просить у египтян золото серебро и одежду и египтяне сперва отказывали но евреи уже когда была тьма они высмотрели у кого где что лежит они сказали вот в таком то месте у вас лежат золото в таком то месте одежды тогда египтяне дали им все, что они просили, чтобы они уходили оттуда. Зачем нужно было им оттуда брать одежду, так как египетская одежда была нескромная? Зачем евреям была их нескромная одежда? Дело в том, что наши мудрости говорят, что эту одежду они исправляли. Они заново шили его и исправляли, делали скромной. И одевали в тогдашнем времени, одежда стоила дороже золота и серебра. Одежда считалась очень большим достоянием, и поэтому они взяли одежду. И некоторые мудрецы говорят, что на самом деле вот эти короткие юбки их, они одевали маленьким своим детям, как раз таки для маленьких детей. Они были уже скромные, ниже колен, таким образом они использовали эту одежду. И евреи оттуда вышли с большим богатством. И Всевышний дал евреям большое богатство в Египте. Зачем нужно было это? Во исполнение обещания, которое Всевышний дал Аврааму. Как Всевышний обещал Аврааму, когда он приносил жертву Бен-Абитари, сказал, что твои потомки будут в Египте рабами, и когда они выйдут, я спасу их, и они выйдут с большим богатством во исполнение этого слова. Всевышний теперь отдал им богатство. Но мы увидим в следующих недельных главах, когда евреи спасаются, выходят из Египта. Через несколько дней фараон начинает догонять их. Евреи проходят через море, и египтяне, когда проходят, они все тонут в море, и все богатство их в море выбрасывает на берег. Что за это за богатство? Раньше, когда люди выходили на войну, они брали с собой все свое золото, серебро, драгоценности. И таким образом написано, что евреи больше богатства собрали на берегу моря, чем они взяли в Египте. В Египте зачем нужно было это им, и зачем нужно было, чтобы потом египтяне сами принесли им, и умерли там в море, и они получили в итоге все богатство Египта. Это похоже на притчу, которую рассказывает нам Магидис Дубна. Он говорит, что было два царя, и они долгое время воевали между собой. И они в итоге решили покончить с этим, и договорились между собой, что давай каждый из нас выведет силача, и они между собой будут бороться, и вырыли большую яму. Кто победит, значит, его царство будет победить, тогда другой покорится ему. И каждый из царей, они привели своего силача, богача, и они начали бороться. Один сразу он поддался, другой его поднял на спину, и поднял наверх, и начал тащить его к яме. И когда он дошел около ямы, и вдруг выскочил этот человек, который у него был на руках, и толкнул его, сбросил в яму. И таким образом победил, и царь вознаградил его, дали ему ордена, выписали ему зарплату, и он был национальным героем, так как он победил, но дал царь ему большую пошочину. А тот спросил, зачем ты дал мне пошочину, ведь я выиграл. Он говорит, за то, что ты сразу не победил его, заставил меня беспокоиться. Почему, говорит, ты, если мог, сразу его не поборол, и не отнес к яме, сбросил туда, и дал ему, чтобы он тебя нес туда. Тогда этот силач говорит, знаешь, говорит, для меня этого человека поворот был очень просто. Но мне лень столько возиться с ним и нести его к яме. Я подумал, давай он сам понесет меня к яме, тогда я его в эту яму сброшу. То же самое еврейский народ. Всевышний первый раз, то, что они попросили у египтян, это было только во исполнение слова, которое Всевышний дал Аврагаму. Но настоящее богатство египтяне дали евреям на берегу Ямсов, когда они потонули. И евреи, когда вышли из Египта, Бог не хотел, чтобы они утрудились, и столько дороги, несколько дней носили с собой всю эту тяжесть. Поэтому они вышли, все пошли, а египтяне для них сами вынесли вот это все богатство, и чтобы евреи не утруждались этим. И евреи написано, что жили в Египте четыреста тридцать лет. Как бы ни посчитали, евреи не жили там четыреста тридцать лет. На самом деле, они всего лишь двести десять лет были в Египте. Почему здесь нам Тора говорит, что они были там четыреста тридцать лет. На самом деле, Всевышний посчитал для евреев это наказание, вот это рабство, которое он сказал Аврахаму, четыреста тридцать лет это от момента, когда он сказал Аврахаму. А четыреста лет уже от рождения Исхака. Но мы видим, что еврейский народ все-таки они полностью не были порабашены, полностью вот сколько Всевышний хотел, чтобы они остались, они не остались, потому что Всевышний видел, что еще если бы они на один день позже вышли бы из Египта, они бы полностью испортились, они уже опустились до сорок девятой ступени нечистоты, еще одна ступень оставалась, они упали бы туда, тогда их невозможно было бы оттуда вытащить, потому что у них не было бы вообще никакой заслуги, поэтому Всевышний вытащил их оттуда и еврейский народ, вот мы видим сегодня они в Галуте, все-таки это тоже продолжение того рабства, того Галута, который были евреи в Египте. И могли вот то, что мы сказали, вот этого ягненка, пасхальной жертвы, могли те, кто были обрезаны. Если у евреев были какие-то слуги, они тоже должны были сделать обрезание, тогда разрешено было им покушать из этой жертвы. Потом еврейскому народу дается заповедь, чтобы они помнили этот день, тем, что они будут вот эти слова писать и возлагать их между глазом, это тефелин и на руках, это тоже тефелин, ручной и головной тефелин, это вот эти моменты, вот эти вещи, то, что Всевышний сделает, чтобы носить это как корону и прикреплять его к косякам своих дверей. И скажешь своему сыну в этот день лимор, говоря, вот ради этого Всевышний сделал для меня по уходу из Мисраима и будет это тебе льот алядиха знаком на руке ульзикаром бин аниха и между глазами твоими лима анти я турада ашим бифиха кибият хазака узиаха ашим мисраим чтобы было Тора Всевышнего на твоих устах, потому что сильной рукой Всевышний вывел тебя из Мисраима. Вот здесь мы получаем заповедь тефелин, то, что, да, конечно заповедь Мизуза тоже связана с выходом с Мисраима, но здесь мы получаем заповедь тефелин, тефелин это корона, которую царь дал своим сыновьям, каждый из евреев это сыновья царя, и у них должно быть обязательно корона, не простая корона из железа или золота, которое ничего не значит, а корона, в которой есть надпись, тот надпись, которая история, история освобождения, история того, как Всевышний избрал нас, сделал своими сыновьями. Однажды у одного царя был друг, очень хороший, любимый друг, еврей, этот еврей, он от еврейства отошел, и он в жизни не возлагал тефелин, он не исполнял миссвод. Этот царь решил пойти на охоту на несколько месяцев, и вместо себя царем назначил вот этого своего друга еврея. И по истечении времени для него сделали ловушку и умиртвили этого еврея, похоронили. Сарь вернулся и обнаружил, что его друг, его любимец умер, когда сказал, что откройте его могилу, я хочу посмотреть на него, потому что я соскучился для него. Когда открыли его могилу, увидели, что змея над его головой, в месте где-то обычно ставят тефелин, и там есть змея, и на его руке, где ставят тефелин, на левой руке есть змея. И царь приказал, чтобы этих змей убрали, убрали этих змей, и потом закрыли могилу. Через неделю он опять попросил, чтобы открыли могилу. Опять, когда открыли, увидели, что на его голове опять змея, и в руке змея. И тогда царь позвал мудрецов еврейских, и Баалшемтов, большой мудрец, сказал царю, что вот этот человек, наверное, не ставим в жизни тефелин, поэтому теперь на его голове змея, на его руке. Тогда он сказал, помолись за него, Баалшемтов помолился, и через некоторое время открыли, увидели, что больше этих змей нету. И еще рассказывается в Талмуде про Ильша Баалки Нафаим, был один человек по имени Ильша Крылатый. Почему его так назвали? Было время, когда римляне запретили евреям надевать тефелин, и раньше люди ходили весь день в тефелине, не как сейчас, только по утрам приходим в синагогу, возлагаем тефелин, читаем молитву, и раньше весь день люди были в тефелине, и этот мудрец он не боялся, он ходил в тефелине, и однажды римский солдат заметил, что у него на голове тефелин, и когда он увидел, что приближается солдат, снял тефелин и спрятал в ладони. Солдат сказал, что у тебя тефелин я видел, он говорит, не было у меня тефелин, говорит, что прячешь ты в ладони, открыл он руки, он говорит, что это крылья, крылья птицы, он открыл руки, и на самом деле у него в руках лежали крылья птицы, тогда, и поэтому ему дали Ильиша Баал Кенафаим, Ильиша Крылатый, Всевышний сделал для него чудо, и он таким образом спасся, мы видим, что тефелин, на самом деле, она нужна, каждый еврей после 13 лет, он должен ежедневно, кроме субботы праздников надевать тефелин, тогда мысли этого человека очищаются, написано, что человек, который надевает тефелин, огонь, ада, на него не действует, такой человек удостоится будущего мира, и в этом мире тоже будет для него хорошо, и для его сыновей, и для его близких, если кто-то хочет что-то хорошее сделать, если кто-то хочет, чтобы у него на самом деле был мир покой, и у него был будущий мир, он должен обязательно возлагать тефелин, это не важно, он другие заповеди исполняет, не исполняет, это с ним не связано, у тефелина свой заповедь, человек, который надевает тефелин, удостаивается очень многого. И здесь в конце говорится, что вот сыновьям, вот эти слова объясните вашим сыновьям, и мы это делаем, когда мы сидим за столом в Песах, мы рассказываем нашим сыновьям, как Всевышний своей сильной рукой вывел нас из рабства. И теперь мы свободные люди, мы не зависим от людей, и мы стали подчиненными Всевышнего, Всевышний взял нас к себе, сделал народом, если мы достойны, учим Тору, если мы исполняем заповеди, делаем то, что написано о его святом Торе, и мы называемся его сыновьями. Ну, даже когда не делаем, то называемся его слугами. Нам деться некуда, хотим мы этого, не хотим, он уже избрал нас, наших отцов, и мы должны исполнять его волю. Если по-хорошему, по-хорошему мы исполним, и будет нам хорошо. Если мы не исполним, все равно Всевышний заставит нас исполнить его заповеды. Поэтому лучше все сделать добровольно, как рассказывается здесь, если Всевышний спас еврейский народ, из Египта, где все было заколдовано, где откуда нельзя было спастись обычным образом, если Всевышний сделал столько чудес, и сегодняшний день тоже он может сделать чудеса, если мы будем достойны. Поэтому обязанность на каждого из нас рассказывает нашим детям, нашим внукам, нашим близким, что такое Тфилейн, что такое Тора, что такое заповеди, что мы обязаны все это соблюдать. Это есть смысл нашей жизни, это есть смысл жизни еврея, еврейского народа. Без этого еврей не еврей, если еврей не соблюдает, он не может отличаться от других народов. Нас отличает от других народов именно то, что мы соблюдаем Тору, мы соблюдаем заповеди, то, что сказал нам Всевышний. Это наша недельная глава Бо, она заканчивается здесь, в следующей неделе с помощью Бога будет недельная голова Бешаллах, когда мы увидим уже, что еврейский народ полностью выходит из Египта. Тай Бог, чтобы еврейский народ тоже освободился от Галута, от этого последнего Галута, в ближайшее время, в наши дни, пришел Машех, освободил еврейский народ, построил храм, третий храм, который будет стоять вечно, и мы служили Всевышнему там. Худокумок, шабад шарам. Редактор субтитров Корректор А.Егорова